Вот надо этим пользоваться настолько, вот прямо выжимать из этого, простите, ну все соки, истории побед. Потому что когда ребенок победил, да, там рак или что-то еще, все, народ просто, вот, я не знаю, пищит от удовольствия. И у нас оно называется «Наше чудо-герои», там тоже где-то больше букв, где-то меньше, чтобы это было понятно. И самый популярный пост из этого, хотя их там пока не очень много, как мальчик, паллиативный, ну в смысле, с заболеванием, которое невозможно вылечить, он захотел на Новый год не подарок, а полетать на вертолете. Ну как? Да, я убила бы за такую историю просто. Да, понятно, что тут как бы есть моменты, что я просто убила бы, чтобы она была у меня. А, в этом смысле. Есть, потому что другие моменты, когда кто-то говорит «Один ребенок, что вы делаете?» И я тоже соглашусь с этими людьми. Нет, нет, нет. Ну как бы 50 на 50. Вот, но и случайно, это, кстати, за один день, и тоже Facebook у нас почему-то работает, вот, типа, блин, ребята, завтра нужен вертолет. Хоп, и вертолет есть в маленьком Галинограде. Как? Вот реально, я сижу в Москве и думаю, я ничего не успела сделать, пока вы нашли вертолет. Вы молодцы. Вот, и мы, то есть, приехала телевидение, хотя это было очень непросто, вертолет был найти проще, чем позвать телевидение. Я не знаю почему, но вот так. И сняли ролик на две с половиной минуты, я его там как-то кромсала, думаю, надо все самое важное выложить, и получается даже в нарезку, то есть три получилось видео. Я говорю, и люди там начали, вот это был первый пост, когда у нас было под ним 11 комментариев. Ахват какой он был, помните? Нет, честно, не помню, потому что в тот момент я пока, мне просто так нравилось, что он есть, ахват, я даже не смотрела там какую-то конкретику. То есть, людям настолько важно, что они не просто помогают, 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 что они вот еще и получают такую обраточку, как будто они сами полетали. И еще у нас есть рубрика... Это один вопрос был. Да, извините, все. Да, я лично потом вам расскажу, какие у нас есть рубрики. Они все случайные такие, я подумала, а вдруг интересно, и людям интересно. Я хотела бы спросить, а почему вы магазин сделали не рубрикой, а отдельным аккаунтом? У вас был негативный опыт, например, вклад у меня? Нет, негативного опыта не было. Просто в очередной раз мне мой коллега сказал, а давай, я говорю, ну класс, сейчас, если у меня с этим инстаграмом почти уже 4000 подписчиков, тут легко. Да, это было примерно так. Не ведитесь на это, потому что действительно тяжело. Если вообще проверю в чудо, я могу много написать? Ну, кстати, проблема та же, контакта нет. У нас 70 тысяч фотографий загружены в ВКонтакте, каждый день у меня стресс. Какую? Это было. Вот это было. Что мне делать? То есть, по интернет-магазинам контента еще меньше. Но тут меня спасло, на самом деле, я почитала, как красиво делают бьюти, прекрасные блогеры, или там, да, как популярные аккаунты, и взяла у них несколько историй, которые вот сейчас попытаюсь применить. То есть, ну, как бы, просто какой-то красивый текстик, да, красивую фоточку, что-то еще со смыслом, то есть не обязательно все время продавать, продавать, продавать. Мне кажется, вот я таким путем сейчас пойду и попробую. У меня еще один вопрос. Сейчас, подожди, нет, давайте к кому-нибудь, да, да, да. Ну, я спрошу, у Лидии, давай я вам вот это дамы на что-то, вы же, да, 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 да. Поделюсь. Меня зовут Лидия, Владимирское движение «Маленький ангел», город Астрахань. У нас в социальной сети задействованы все, доказники, фейсбук, контакты, инстаграм. Но, например, в контакте у нас 3400 подписчиков, а инстаграм у нас в три раза меньше. Но они дают большой хват, то есть в инстаграм пишут в директ, хотят помочь, ну, все нормально. Контакт нам дает тоже большую аудиторию, фейсбук общения идет. Он просто никакой. Я размещаю туда новости, мне никто не пишет. Оттуда мне был всего лишь один комментарий. Я не знаю почему, что там нужно делать, потому что у нас везде одинаковые новости. То есть, ну, соответственно, мы все везде одинаково пишем. Ну, одноклассники – это вообще отдельная социальная сеть, там, я вообще в счет не беру. У меня такая вот картина, я до сих пор не помню, что мне делать. А вам нужно обязательно что-то делать? Мне просто интересно. Понимаете, у вас не стоит задача на Павлом покрыть всю территорию Российской Федерации, правильно? Да. У вас стоит задача покрыть вашу целевую аудиторию. Можно давать месседж на 300 тысяч человек, проплатить рекламу ВКонтакте. Это будет стоить там, ну, какие-то далеко не серьезные деньги. У вас будет месседж, пойдет на 300 тысяч человек, сколько из них придет к вам? Вам проще отобрать людей, которые ваши. Я говорю, решите, определите портреты прям, где они сидят. Возможно, ваша аудитория сидит только ВКонтакте. Зачем вам это нужно? Вы там есть, вы пишете верхний пост. Ребята, наше основное сообщество находится ВКонтакте, чтобы если кто-то ищет вас в Фейсбуке, они знали, куда бежать. Все, развивайте ВКонтакте, ставьте на ту лошадь, которая придет первой. Ну да, просто вы говорите о том, что Фейсбук так хорошо стреляет и все. Фейсбук сейчас практически не стреляет. После Нового года, сейчас тоже расскажу, недавно была на конференции, где СММщики сидели, которые ведут бизнес-аккаунты в Фейсбуке, и там сидели ребята из одной очень популярной телекоммуникационной компании, московской, которые сказали, что после Нового года у нас охват 0,5%. Вы вообще представляете? То есть люди гадами работали на эту аудиторию, и сейчас они вообще не могут у них стучаться никакими силами. И дальше будет хуже, к сожалению. Поэтому, если бы у вас там была активная аудитория, имело бы смысл ее поддерживать. Если нет, уходите ВКонтакте. Следующий вопрос. У меня вопрос по поводу ботов и охвата. Так получилось, что у нашего аккаунта очень много подписанных каких-то магазинов и очень странных людей. И я вот слышала такое мнение, что это все негативно влияет на охват. И нужно как-то подписчиков своих чистить. Нет? Ну, вот как бы я это прочитала в аккаунте, который специализируется на продвижении. И у меня просто вопрос, нужно ли это делать? Есть какие-то механизмы, которые могут это делать автоматически? Или нужно прям вручную все будет чистить? Я могу сказать, как дилетант. Вот не поверите, три дня сидела, заходила на тех, кто подписан на нас. Но на самом деле это настолько мне как-то... Ну, я не поленилась. Потому что кто-то в нас подписался, но я думаю, ну отлично, тебе не интересно. Ну как бы я на тебя тоже... Все, друзья, всем хорошо. То есть три дня я убила. Реально, я потом была просто никакая. Но моё самолюбие... Может, это вообще абсолютно неправильный ответ, но моё самолюбие греет, что у меня в подписчиках больше, чем те, на кого подписаны. Вот, дилетантский ответ такой. Правильный. Не знаю, какой. Ваши подписчики. Не вы на них подписаны? Да, да. То есть это взаимная подписка. Я поначалу прям вообще на всех подписываю. А, все, в ответ? Ну, поначалу. Тупо. Когда я прям поначалу, я подписываю. Кстати, я бы на вашем месте не подписывалась в ответ на тех, кому вы не доверяете. Потому что это в том числе и опутация вашего фонда. Так вот. По поводу того, чистить или нет. Имеет смысл чистить, если на вас подписаны боты в Фейсбуке. Потому что Фейсбук действительно ранжирует. Если на вас подписано много каких-то непрофильных людей, зародчиков лошадей или еще чего-нибудь, просто выкидывайте их из вашего сообщества. Есть замечательная кофейная плантация в Офиопии, которая когда-то должна была развиваться. Они выходили и производили дорогой кофе. И они обратились в промо-агентство, которое должно было развивать их в Фейсбуке. И первое время это промо-агентство занималось тем, что они отписывают в них зародчиков лошадей, зародчиков собак, еще кого-то. Просто потому, что эти люди не появлялись в рекомендованных у тех, кто реально ими заинтересуется. В Инстаграме это не кто-нибудь. В Инстаграме у вас не будут подписаны ресницы, еще кто-нибудь. Пусть подписывается, это никак не режет ваш охват. И еще я хочу вам напомнить, что за аккаунгом этих ресниц может сидеть несчастный самый менеджер, который реально болеет за ваше дело. Просто у него один аккаунт. Не говоря о том, что это жуткий кеморрой отписывается, потому что надо заходить в каждый профиль, блокировать два раза, нажимать. Ну, смотри, что это не это. Ну, кстати, на самом деле, не знаю почему, но вот такой маленький, может, прям маленький элементарий, опять же, из моей маленькой гордости, почему-то на нас, сначала, да, начинают вот эти 500 тысяч бесплатных, или как там, фолловер, я их прям блокировала, я не знаю, можно это говорить, но мне было не лень. Ну, то есть, они меня отмечали на фотке, ну, я думаю, ну, зайдем. Да, вот те, которые отмечают меня вот 5000, и сразу я говорю, ну, ребят, извините, все, мне некогда. Я их блокирую, и их стало в разы меньше, то есть прям вообще. И почему-то черных точек от прыщей тоже нет, видимо, потому что, ну, мы настолько как-то, ну, то, что я думаю, да, и то, как я мониторю ситуацию, мы очень много действительно в своей области пишем, на нас там кто-то из областных городов подписывается, мы все время чем-то обмениваемся. И людям там вот по этим хэштегам Калининград понятно, что как бы вот мы вот здесь. И, может быть, поэтому очень мало случайных людей, которые, ну, вот, да, там, фиалки какие-то. Но, кстати, про то, что за аккаунтом воздушных шаров сидит реальный человек, который хочет нам помочь, да, поэтому я с такими тоже так осторожненько. Здравствуйте. Следующий вопрос. У меня такой вопрос, спасибо вам большое. Скажите, покупаете ли вы рекламу в контакте, в фейсбуке, в инстаграме? И, опять же, вопрос по каким-то механизму или по статистике, то есть, какой у вас захват, чтобы вы, например, купили каждую посту, ну, не каждую посту, проектируетесь вы его, вот, в эту вашу целевую аудиторию, да, которая вас, скорее всего, определила, и как вы это вы делаете? У меня ответ один. Нет. Это, в принципе, его расходы на средства. У меня ответ тот же, который у вас, хорошее произведение будет. То есть, мы это не делаем, потому что мы очень маленькая организация, и действительно на это, ну, нет никаких абсолютно средств. Мы, знаете, такой, мы как бы в фонде, который в смысле центра, ну, сами что-то делаем, как бы, вот такая была очень долгая политика, потом поняли, что, ну, хватит, как бы, так невозможно все время развиваться. Вот. У меня был личный пример, который на самом деле, ну, вот, я сейчас попытаюсь очень коротко, но я поняла, что это не работает. Я свои личные услуги предлагала в организацию вроде бы тех людей, которые могут быть заинтересованы, был очень клевый текст, там, клевая фотка, все мы проверили, вот кликанули. Поэтому, ну, как бы, с живыми прикольней. Ты никогда не знаешь, что будет, ты все время экспериментируешь, все время ты такой, как бы, на острие, а ты разместил рекламу, ну, вот, как со мной лично был, да, и такой, ну, сейчас пойдет, я еще делать не буду, сейчас, ну, как-то при... давай. И как бы нет. Поэтому всегда какой-то такой, да, живые дела. Немножко разверну ответ, если позволяет учить время. Оно уже не позволяет, но разворачивается. Как-то будет творить. Во-первых, ВКонтакте сейчас можно выиграть право на таргетированную рекламу, не знаю, курс был или нет, и таким образом не потратить на нее ни копейки, а она у вас будет. До этого надо быть верифицированным сообществом, и это можно сделать. Мы пока еще не пробовали эту опцию, и не уверены, что попробуем ее в скором времени. А что касается рекламы, для того, чтобы сделать рекламу, нужно очень четко уметь таргетировать. Специалистов в НКО, которые умеют реально четко таргетировать, очень мало. Насколько я знаю, если я сейчас ничего не путаю, ребята из Лиза Алерт, по-моему, владеют вот этим знанием. Поэтому, возможно, теплицы когда-нибудь их пригласит, и они сделают вам такой рассказ. И еще, когда вы будете делать рекламу, имейте в виду, что кто-то к вам все-таки придет. И когда вы эту рекламу делаете, вы должны понимать, что вам придут люди за определенным контентом. У вас есть этот контент? Ну так. Просто они второй раз не придут. Даже когда вы дадите рекламу на покрытие всей России. Когда вы даете рекламу, у вас должен быть уже красиво оформленный профиль, шикарный контент. Все, что вы за люди пришли, у вас только один шанс, один выстрел. Они больше не вернутся.